За два года, со дня создания молодежного литературно-художественного объединения «Авангард» сделано немало. Молодые литераторы учились друг у друга, обменивались своим творчеством, принимали участие во многих культурных мероприятиях. У «Авангарда» даже появился свой гимн, которым теперь будут открывать творческие вечера. На площади клуба, на сценах творцов, искусство бессмертное дает. Имена молодых литераторов уже у многих на слуху. Они печатаются в газетах, журналах, издают собственные книги. Некоторые участники «Авангарда» поступили в вузы на факультет журналистики. Инициатором и идейным вдохновителем объединения является поэт, прозаик, публицист Ольга Хомич. Нашему «Авангарду» два года. Немного, не мало. По-моему, так нам кажется, что это вообще ничего, но за два года мы прошли очень бурный и интересный путь. Как отметил член Союза российских писателей, член Союза журналистов России Сергей Левин, за окажущейся легкостью, с которой проходят авторские вечера молодых литераторов, где играют и переливаются слова, скрывается упорная работа. Работа над материалом и над самим собой. Ребята реально достигают новых творческих высот. Это чувствуется, и особенно если смотреть на все динамики, на этот процесс, то можно понять, что за два года каждый поднялся на новый профессиональный уровень. Освежайте мысли, обновляйте творческие замыслы. Одним словом, всегда идите вперед, отметил мастер слова Сергей Левин и перешел к прочтению своих стихов. Я бросаю писать, рву блокноты в труху, и топчу по глупому надоевшую ручку. Но прошел день-другой, без стихов стало скучно, без стихов стало тошно. И я не могу устоять от соблазнов, которые уж и раз, нанесать друг на друга звенящие строки. Они рвутся на волю, пьяны и жестоки. Они очень хотят достучаться до вас. Паэты и прозаики проявляют себя не только в литературном творчестве. В авангарде есть и композиторы, авторы-исполнители, мастера пескографии и фотографы. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Антон Чистяков. Анапа. Регион.